Красивая. Вкусная. Модная. Жаркая. Анталия. Так, мы уезжаем из отеля Noxuit и едем в отель Perge, который находится недалеко от Кличи. Взяли такси, сейчас посмотрим, сколько это будет стоить. Посадка 10 лир, ехать минут 20. Игульмер. 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 Как дела? По пути в новую локацию немного изучаем турецкий. И поняли, что моя жена на турецком совещанстве разговаривает. Просто. Отель Perge находится недалеко от Кличи. У нас должно быть, должен быть вид на море. Все зелененькое. Очень красивый отель. Вот, если говорить про ресепп, прям просто супер. 202. Прям напротив лифта. Не обращать внимания на сумочки. Мы только заехали. Нас спустили пораньше. На этаже здесь три номера. У нас посередине. Начнем с ванной. Хочется сразу же заметить, что очень высокие потолки. Прям, мне кажется, метра три здесь есть точно. Ванна-душ. Все красивенько. Perge. Очень хорошая косметика. Прям вкусно пахнет. Надо будет закуглить, посмотреть, чья. Ванна большая, больше, чем в NoxYouti была. Интересная раковина. Вот так это выглядит. Прикольно. Туалет зачетный. При входе есть зеркало большое. Климат-контроль. И сам номер. Номер где-то квадратов, наверное, 20. Очень красивые светильнички. Кавчик пеклянный. Здесь есть сейф. Можно даже кофе сделать. Халатики. Большой телевизор. Но все это не самое важное в этом отеле. Цветочки. Пожалуйста. Вот такой вид. Вид прям как надо. Вот такой номер. Небольшой. Стоит он, если сейчас заказывать, 4000 лир. Ночь. За 4000 лир вы получаете вот эти 20 квадратов красоты потрясающего вида. Идем в Марк Анталия. И прошли по дорожке такой туристической. В Марк Анталию, конечно же, в первую очередь пойдем покушаем в Мадо. В ресторане Мадо меню по QR-коду. Так, друзья, я уже пью чаечек в Мадо в Марк Анталии. Турецкий чай это что-то с чем-то просто потрясающее. Мы приехали в Марк Анталию. Перед тем, как показать вам этот торговый центр, мы забежали покушать в ресторанчик Мадо. Так, принесли очень хорошую такую порцию картошечки. Пюрешки с митболами. Такая вот вкусняшка. Мы заказали одинаковое блюдо впервые, наверное, за 694 года общения. Так, пошли. Ммм, пюрешечек в порядке. И фрикадельки тоже. Попробуем перчик. Однозначно сеть кофейн Мадо у нас в сердечке. Не сказать, что супер дешево, но вкусно и сытно. Большие порции очень. Рекомендую Мадо. А сейчас я вам покажу Марк Анталии торговый центр. Немножко идет дождь. Нас это не пугает. Мы приехали в Марк Анталии. Покушали в Мадо и пришли в этот торговый центр. Сейчас вам покажем его. Много-много народа. Немного-много народа. Что тут есть у нас? Ну, понятно, Вайкики, Старбакс. Пойдем по первому этажу. Тут есть еще ниже этаж. Вайкики большой. H&M. Предлагаю начать с него путешествие в кутюры. Торговый центр Марк Анталии находится в самом центре города. Он очень красивый. Здесь двухэтажный чендем. Или даже трех. Трех, по-моему, да? Нет, двух. На нижнем этаже женское. На верхнем мужское. Мужское тоже большое. Футболочки, кофточки. Кофта. 350 тысяча. 300 рублей. Футболка. Тоже 350 лир. Пола. Тут все, походу, по 350 лир. Шорты. Шортовый чендем. 390 лир. Толстовка. 580 лир. Халат. 390 лир. Всего лишь час жизни, и мы вышли из-за чендема с пакетом, в котором есть одежда. Apple в Турции. Сейчас покажу вам цены. MacBook Pro. MacBook Pro. Прошечка. 62 500. 50. 52. Но не это самое интересное. Самое интересное же это айфончик. Айфончик. 46 тысяч лир. 46 тысяч лир. Это на 128 год. Вот так вот. Это дороже, чем в Москве. Следующий пункт это магазин манго. Просто женский рай. Второй этаж манго. Мужская одежда. Детская. По цене примерно как Zara. Куртка. 600 лир. 2400. Платьишко. 500 лир. Это 2000. Мужское. Куртка в манго. 1400. Такая вот. Туфли. 1800. 1800. 1800. Это все похоже на ценник Zara. Очень сильно. Манго. Пройден. Следующая остановка. Что вас может заинтересовать. это Пьер Карден. Мы туда не пойдем. Потому что мы в Дипо все купили. Мы пойдем кроссовки смотреть. Сейчас вам покажу что есть по кроссовкам. Бойнер. Это типа спортивная одежда. Посмотрим кроссовки Nike. кроссовки. Я буду только купить. Это визжен. Визжена. Визжена стоит полтора. Инфизативы. Это тоже визжена. тоже полтора до и здесь майков сожалению да и в принципе кроссовки какого-то качества не очень хорошего качества не советую эту кроссовки брать на эти мал географии кстати скидки скидки неплохие из лобочки по 150 лир 150 лир это 600 рублей есть по 79 станы по 42 штаны это было бы серьезно вот по 79 для фанатов биржки здесь есть биржка такая большая мы идем спортивно еще посмотрим что там есть чем не очень понравилось там nike что-то они модельки не очень сейчас другом газе не посмотрим деле тоже лов нулевой рядом тут ливайс есть еще на вливайс мы не пойдем и там были вот по убивай в общем молча есть интересного в маркантали короче аэрмаксы 12 рубасов стоит это самое дешевое белых нет понятно черные черные вот 12 у нас самое дешевое так друзья торговый центр марканталия мы его прошли я думаю что точно часов 5-6 вам нужно будет чтоб все обойти торговый центр марканталия мы прошли этот путь был тяжелым 6 часов шопинга но мы это сделали мы едем лежать в отель для на что вы думаете конечно мы собираемся и выезжаем из этого номера и едем в пентхаус сейчас мы вам покажем что такое пентхаус ну или завтра мы переехали новый номер номер 102 на третьем этаже открывается карточек сейчас я вам его покажу здесь большое зеркало там ванна слева большой шкаф при входе есть сэйф водичка кофе-машина холодильник полночка для вещей вот такая большая кровать очень красивая бумбочки в углу есть еще одна кровать не обращайте внимание на пакеты мы немного пошопились на потолок под скос потому что это хэндхаус ну здесь где-то примерно ну 20 квадрат может 25 телевизор кондиционер находится кстати под телевизором первый балкон первый он огромный здесь и цветы здесь такая зона интересная можно соваться да вид на вход говорится ведь на двор есть вход в перги здесь уже соседские дома там вот немножко море можно увидеть доме напротив идет ремонт поэтому будем мы очень долго и громко слышали этот ремонт такой вид открывается на море вот так все очень красиво выглядит под крышей прям поэтому без кондиционера летом очень тяжело но кондиционер есть в порядке пульта нет хоть вставать вид просто супер здесь все очень удобно мягкий диванчик кресло столик пожалуйста завтрак и отрядить можно здесь соседство строящийся отель но пока стройки там не слышно напротив слышно а здесь просто квартирные но как но как много дома сейчас покажу вам ванну и второй балкон сразу же приходим большое зеркало для кровли в реке разные всякие шампуньки большой столб разложится туалет она главное самое интересное это вот этот душ тропический он реально большая но самое крутое что испану а это вот этот балкон свои лежаки и вот такой вот вид вид просто супер горы супер море город давайте начнем положительного номер не сильно дороже от стандарта но сильно лучше если вы сравните со стандартным номером он был маленький он был ну да с видом хорошим но узкий не развернуться здесь мы доплатили там тысячу пятьсот зала и рублей и получили номер намного больше серьезнее красивее зона балконами с лежаками очень красивый дизайнерский прям а такой но приятно там находиться удобный все дорогое гели для душа шампуни это супер дорогое техника в номере хорошая если говорить про завтрак завтрак разнообразный это не шведский стол вам все приносит расставляют я вам покажу через там два-три дня это все приедается реально одно и то же приносят только можно яичницу выбрать крем был омлет то есть но в принципе завтрак неплохой самое главное это вид на завтраке конечно же это вид на море это самое главное но и еда качественная вкусная служивание просто супер здесь девочки на ресепшене это не знаю идеально подобранный персонал который великолепно работает гостями любой запрос нам еще повезло тут начала работа девочка в казахстан она нам вообще просто помогала во всем любой запрос любое время дня и ночи пожалуйста все для вас отдыхаете персонал это просто 100 из 100 это супер давайте перейдем к таким минусом наверно назовем их да ну можно ли их назвать минусами не знаю наверно да а каждый день 8 утра приходят ленинг они находятся в соседнем комнате а из-за того что двери просто настолько прослушиваются там очень настолько все слышно 8 утра каждый день я даже там несмотря на то что хотелось проснуться в 9 10 я просыпался именно от их криков они очень экспрессивные дамы да очень громко здоровались видимо скучали друг по другу за время отсутствие на работе вот это будило и это очень плохо каждую 8 утра такая вот утром должна быть тишина работайте над этим это нужно там двери менять но что-то с этим делать с ними разговаривать бессмысленно они не виноваты в этом это вопрос к тому что вот нужно сделать что-то с шумоподавлением второй момент это из-за того что номер находится под крышей там сейчас марка нет да там двадцать пять двадцать три а в номере просто сауна парилка это можно решить кондиционером но тут как я вам уже показал кондиционер находится под телевизором и если его включать он дует прямо на меня дух то есть но это большая проблема это простуженность это головные боли с утра а если вы не включать то ты просто зажалишься нужно кондиционер вешать правильно они под телевизор тоже можно решить эту проблему на самом деле это я думаю что минусы на этом заканчиваются вот но правда отель городской с другой стороны здесь есть и пляжик можно и покупаться отель дорогой но она того наверно стоит но я бы не рекомендовал брать стандартный номер он очень маленький лучше немного доплатить я уже вначале сказал взять номер побольше с двумя балконами прекрасным видом поэтому не жалейте на себя денег тому что отель расположен идеально здесь пять минут это кличи парк здесь магазины марк анталия 15 минут торговый центр здесь ну просто этот центр да прям как-то так завтрак бергия как отдельный вид искусства новая еда это не самое главное ребята самое главное в пирге на завтраке это вид пирге сейчас посмотрим кто тут у нас с выходом к морю это нужно спуститься на нулевой этаж там где ресторан выйти налево немножко пройти вниз кстати тоже номера вообще отель очень красивый всего 16 номеров в отеля очень классно в отеле есть свой лифт можно пройтись пешком если очень захотеть можно поехать на лифте не знаю работает он сейчас нет работает вообще пляж пирге выглядит вот так с нескольких сторон но здесь сейчас ремонт если бы пол был тоже стеклянный было бы еще интереснее это находится внутри скал есть туалеты есть возможность души принять после того как искупался можно загорать здесь вот есть спуск море но там сейчас небольшой ремонт вообще локации много где можно загорать здесь есть тоже спуск в воде и такое уединенное прям уединенное место чисто вдвоем можно побыть ну основной основное место пляжа где можно позагорать сейчас находится между скал там как раз удобно тем то что нет ветра скалы не дают таки ветру и вообще это выглядит . красиво классно вот этот бар летом работает снеки стоит работать ну очень жопытый но у нас есть свои лежаки в номере поэтому скорее всего мы будем загорать там некоторые моржуют купаются виды потрясающий для 16 номеров более чем достаточно и пусть все уединено можешь кайфовать ну 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Начался праздник Рамадан Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, прямо рядом с нашей гостишкой Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, ребята готовят покушать немножко Втроем делают что-то в общем Я первый раз в такой теме участия принимаю Жена постоянно в такой ситуации находится в ней Всегда кайфует Но прикольно, прикольно Базар очень прикольный Просто все ходят Тут 300 метров Все ходят туда-сюда просто и все Очень интересно Столики стоят Одежда, тут же продается одежда Меряются Вот такая ситуация Вот такая ситуация Там что-то кричат везде Вот этот праздник Рамадан Все в общем Пуся В общем вот такой вот базар Там еще концерты постоянные Целый месяц Вот расписание концертов Прикольно Интересный опыт Интересное ощущение Субтитры создавал DimaTorzok 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 В общем в лифте Очень большая очередь на лифт Поэтому придется постоять чуть-чуть Покайфовать Следующая остановка парка Татюрка Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кафе Робертс Попробуем Ну что, пробуем пасту баллонезе Выглядит шикарно. Во-первых, надо подскинуть сырку. Паста идет очень вкусно, и там, мне кажется, хлебушек какой-то песто. Меня жена приучила к вкусным макаронам, поэтому тяжело угодить мне пастой, потому что она умеет делать. И паста правильно приготовлена. Ну вот, если бы человек был по соли, который любит, чтобы не соленое было бы, он расстроился. Потому что для меня по соли очень хорошо, но я ем много этой, к сожалению, соли. Я люблю, чтобы было соленое. А соль у меня прям, как я люблю, но не каждый так будет кушать. Соуса достаточно, но здесь одно но, мало мяса. Цена вопроса, что это пасте? 600 рублей. Если переводить на дубли, 600 рублей будет стоить. В принципе, для тех, кто любит итальянскую кухню, паста вкусная, сыра-марла. Ну и паста тоже пойдет, но вот единственное, соли многое. Ну и второе блюдо, это можно считать отдельным блюдом, это карамельный латте. Не знаю, нужна ли трубочка, чтобы выпить? Ну, я прям макароны не доедаю, ради вас пробую. Ради вас, все ради вас. О, как это красиво упало. Латы принесли первым, оно немножко остыло. Но латы очень вкусные. Латы советую прям, очень хорошо заходит. Это прям, как целый десерт, на самом деле. Можно оставить на десерт. Ну, это четверочка, наверное. Только единственное снятие балла за соль. Все остальное прям супер. Ну, это сонога хорошая. Друзья, наш обед в Роберте вышел в 511 лир. 511,50. Что на русские рубли, 2 тысячи рублей. Ну, наелись знатно. Итак, кафе Робертс. Если вы гуляете в парке, если вы погуляли недалеко от порта, то я бы вам посоветовал сюда дойти. Прекрасные виды, вкусная еда. В общем, очень интересно. Поэтому однозначно стоит посетить. Трамвай в Анталии. Увы! А. Увы! Трамвай в Анталии. Увы! Продолжение следует...